Привет! Мы приехали в Мисквалы Natural Refugee. Это заповедник такой дикой природы, который находится на юге от Токомы. Мы здесь были с мамой и папой. Мама с нами прошлась немножечко. Папа остался тогда с Джастином. Но после этого мы еще с Джастином очень много раз сюда приезжали. Ну, я не могу сказать, что очень много, но несколько раз приезжали здесь. Очень нравится нам гулять и наблюдать за птицами. Это устье реки Нисквалы. Вот название заповедника по названию реки, которая в начале, если я не ошибаюсь, в начале 20 века Фермеры решили осушить, то есть решение, ну, в общем, сделали искусственно, присоединили землю постепенно. И здесь были такие достаточно успешные фермы несколько лет. Но где-то, по-моему, то ли с 90-х годов, то ли даже раньше, с 80-х годов, начали возвращать эти земли. Вот тут очень много гусей пасется. Не гуси, а вот эти самые казарки. Начали, как бы, возвращать в естественное состояние опять природу, убирать землю. То есть, наверное, всю еще до конца не убрали, но, по крайней мере, движется к этому. Вот здесь очень много обычно гуляет людей. Здесь можно наблюдать за птицами. Певчие птицы вот здесь, в частности, фотографы приходят. Вот здесь мы сегодня гуляем. Посмотрите, какая тут благодать. Правда же, очень красиво. Смотрите, вот здесь вот почему-то розовая такая поверхность. То ли это что-то такое растет на этом пруду. Непонятно, как какое-то нечто розовое. И получаются такие красивые-красивые живописные разводы. Сейчас мы только что прошли мимо модели, которая в купальнике фотографировалась. Несколько фотографов. Они сюда, кстати, идут. Так что здесь очень оживленное место сегодня. Сегодня был очень солнечный день. Сейчас вот облака. Вообще было очень солнечно. И первый такой теплый день. 64 градуса. Посмотрите, вот эта молодежь идет. Вот они там фотографы и модели. Вот она идет, бедняжка. В кардиганчике ее нарядили. Вот Джастин показал, что вблизи можно посмотреть. Вот это растение цветущее, которое там выглядит таким розовым. А здесь оно такое красное. Еще раз чуть-чуть покажу этого красного растения, зверя. Сейчас тебе говорит, может быть, тут красные лягушки плакают. Красивый пруд. Вот после этого небольшого настила деревянного, который идет вдоль пруда, мы переходим вот сюда. Идем по такой погальке. Смотрите, сейчас мы на птичек смотрим. Вот они. Вот это козарочки наши полетели. И мы идем по гальке сначала. Вдоль вот этих мест. К тому длинному, предлинному деревянному настилу, ради которого, собственно, я сюда и люблю приходить гулять. Здесь вот находятся два старинных, очень-очень старинных амбара. Огромных. Как я говорила, это были фермерские земли. Я их еще потом постараюсь снять, если у меня хватит батарейки, постараюсь снять с очень красивой и выгодной точки. Вот они, эти амбары старинные. Какая-то в них особая прелесть. Очень фотогенично отсюда они смотрятся. Вот это цапля. Great Blue Heron. Это большая голубая цапля. Вот как подходим к каким-то птичкам более или менее близко. Я вам показываю. Вот они, эти. Canada Geese, то, что называется канадская козарка. А на другом берегу, там, видите, какие-то уточки. Серенькие, красивые очень. Серый из черных. Смотрите, какие-то уточки кружатся. Игры такие у них, что ли? Где-то мы прям близко-близко мы подошли. Вон, еще два товарища. Летят утки и два гуси. Уточки. Красавицы. Уточки. Очень красавицы такие. Там тоже много-много их. О, мне. Звуки здесь необыкновенные. Такая тишина. Хотя хайвей рядом совсем. И слышно, конечно, машину. Но вместе с тем, какая-то удивительная тишина здесь. Сейчас я вам покажу еще раз. Вот он, вид прекрасный. На два старинных амбара, которые не снесли. Оставили как памятник, что когда-то на этой земле были фермы. Вот такую я увидела удивительную уточку с белым клювиком. А сама черненькая и серенькая. Вот, смотрите. Ой, где я потеряла? Вот она. Это вторая. Смотрите, какая красивая. Правда? Вот так она ныряет. Какая прелесть. Вот и красотка. Посмотрите, какая красотка. Клювик белый-белый. У Джаста есть друг, который очень много знает о птицах, о насекомых. Он прекрасный фотограф. Джерри. Вот он, наверное, знает, как эти птички все называются. Можно их посмотреть в интернете. Мы увидели цаплю прямо очень-очень близко. Смотрите. Смотрите, я вам показываю. Вот она, красавица. Цапли очень пугливые. И к ним сильно близко нельзя подойти. Мы достаточно близко стоим. Вот так они охотятся. Клювик белый-белый. Услышал. Шум с дороги услышал. Улетит, улетит. Клюв Celsius. батарейка заканчивается у меня закончилась батарея в моей камере я взяла телефон первый раз снимаю телефон смотрите как он градился мы видели пока я там выключала свою камеру мы видели двух цапель чуть чуть подаль от нас садились на воду очень красивые вот мы дошли сейчас до конструкции не знаю как ее лучше назвать мост бурдвок на английском это называется помостки мост я не знаю настил деревянный который идет сейчас точно не вспомню цифру но но очень приличное расстояние туда подходит поближе к заливу то есть вот это уже вот это вот как раз устье реки и когда прибывает вода в заливе здесь тоже вода прибывает то есть тут интересная такая получается смесь пресной и соленой воды и поэтому очень своеобразная флора и фауна конечно и вот именно по этим помосткам как сказать-то по настилу здесь можно очень хорошо гулять мы сегодня наверное будем сильно долго гулять чуть-чуть пройдемся и назад потому что ветерок поднимается наверное надвигается все-таки дождь который сегодня обещали но его не было был очень хороший солнечный день но сейчас уже дело к вечеру я думаю что будет уже дождик ну вот такой вот вид собственно с моста вот она дорога по которой мы сюда пришли посыпанная гравий и здесь вот по этому деревянному мостику который не очень давно построили очень классно гулять да Джастин вот мне показывает сейчас я вам покажу что надвигается дождь we have to go back нам надо возвращаться назад конечно ну прогулка все равно была очень хорошая я сюда обязательно приду когда будет уже потепление немножечко и мы пройдемся по всему этому мостику и я вам запишу побольше потому что здесь необыкновенно вдохновляющая атмосфера все пока что прощаюсь пока застался застался и в